Для исправления щели, которое я вам написал, решается, в общем-то, в случае численно, ну, его можно решать еще аналитическим образом некоторых предельных случаях. Первое. А. Когда отношение параметра Δ0, намного больше единицы и очень низкие температуры, частный случай – это, значит, в случае Т0, когда Δ0, 2 шумера ДВ, и второе экспонента минус единица 0. Вот, зная решение около 0 температуры, около этой области начинает повисать. И получая, как зависит от температуры, щель в этой области низких температур. И второй вариант. Наоборот, величина щели много меньше температуры тепловой энергии. Ну, давайте рассмотрим предельный случай этой ситуации, когда щель обращается в 0, то есть подходим к моменту исчезновения сверхпроводимости снизу. Очевидно, что в этот момент, так сказать, температура системы отвечает критической температурой сверхпровняющего перехода. Значит, если мы Т0 стремим к нулю, мы пойдем к такому уголовнению В на 0, от 0 до 6 мега ДВАЯ, до ЭПСИЛОН, ЭПСИЛОН, ДАНГС, ЭПСИЛОН, на 2КВТЦ. Щель стремится к нулю, температура стремится к температуре перехода сверхпроводимости. Ну, вот надо рассчитывать это простенькое уголовнение и определить из него ТЦ. давайте дремемся одно решение. Давайте первое обозначим переменное интегрирование в этом интеграле давайте обозначим какую-то букву Х, тогда наше уравнение станет иметь такой вид единица на В на 0, интеграл от 0 до бесконечности ДХ на Х от тангенс Х. А верхний предел будет такой, H мега ДВАЯ на 2КВТЦ. ДХ на Х от тангенс Х. Почистяем, значит, интегрирование. Так, ДХ на Х по интегрированию логарифм Х умножить на тангенс Х на двух пределах Х равно 0 и верхний предел. минус интеграл от 0 до Омега ДВАЯ на 2КВТЦ. логарифм Х. Если взять производную тангельса, это будет косинус гиперболический в квадрате на Х знаменателе. Вот такая штука. Так. На верхнем пределе в первом учреждении логарифм х мега ДВАЯ на 2КВТЦ. на тангенс Х мега ДВАЯ на 2КВТЦ. Так. Минус логарифм. интеграл логарифм Х. Осинус умножать Х ДХ. Первый член на нижнем пределе дает 0. Логарифм по Х стремящему циркулю расходится, но он расходится медленнее, чем обращается в 0 тангенс Х. Ну, по правилам металей посмотрите пределы и видите, что в нижнем пределе ноль. То есть, нижний предел это в первом члене ноль. Теперь вот здесь есть тангенс. Здесь стоит тангенс в отношении энергии ДВАЯ с удвоенной клавовой энергии. Ну, типичные ТЦ порядка десять терминов в обычных сверхноводящих элементах, для которых вся эта терминова строилась, по порядку ТЦ. Дальше, Х Омега ДВАЯ если смотреть в тепловых единицах это порядка пятьсот. То есть, здесь стоит отношение, грубо говоря, так выразимся, тангенс где-то отмельчены порядка десять-пятнадцать. Но, известно, что тангенс больше двух это практически уже единица с точностью расчёта до трёх марок. Поэтому, вот это выражение тангенс заменяем просто на единицу. Теперь смотрим на интеграл. Под интегралом стоит вот эта медленно меняющаяся функция Х, нарастающая как Х. А вот здесь что стоит? Внизу квадрат суперболического тангенца. Верхний предел в интеграле очень большая величина. Вот это верхний предел в интеграле очень большая величина. Я говорю, что это порядка десяти-пятнадцати, так сказать. Как ведёт в области больших значений гиперболический тангенс. Для больших значений тангенс – это есть примерно одна вторая ех. Значит, если мы смотрим единицу на посимус квадрата ех, ну, это одна четвёртая е степени 2х. х ну, то есть в области больших значений, как говорится, под интегральное выражение со страшной силой зарезается, оно практически ноль. И поэтому мы не сделаем никакой существенной ошибки, если протянем интегрирование в области больших значений до бесконечности. то есть верхний предел можно заменить на бесконечность. Ну, а если мы такое за минус делаем, тогда оказывается этот интеграл табличный. Ответ такой логарифм х омега твая на 2 крапы тс минус табличное значение этого интеграла. Оказывается это логарифм π минус 2 логарифм на 2 минус некое число с, где с получило название постоянное рейлера. Она записывается как 0 577 логарифм можно представить эту же цифру как логарифм некой вспомогательной величины гамма. Так, в общем, это постоянное рейлера. Но, к сожалению, я не могу сказать, в каких она выдачах появляется, где и когда ее вывел. Почитать, почему она вывелится. Так, значит, если это выражать как логарифм гамма, тогда, значит, гамма е в степени постоянной рейлеры. тогда вот, если все это учесть, вот это наше длинное выражение можно записать так, так, h омега дыбаем на 2 х b dc а вот это все, что в этой круглой скобке собрать через логарифмы и запишем как логарифм π на 4 гамма я вот еще раз напоминаю, гамма это е в степени 0,577 ну и ответ получаем в итоге, значит, мы получаем следующий ответ интеграл от 0 до h омега 2 k b c d x логарифм x есть логарифм 2 гамма h вега 2 на π на k c все интеграл мы сосчитали в нашем выложении для c получаем такой результат результат 1 v 0 ну вот на этот логарифм отсюда делим единичку на этот коэффициент берем экспоненты слева справа 1 в итоге вытаскиваем k b c есть 2 гамма π h m d bar экспонента минус единица на v 0 ну вот этот набор постоянных если поделить это цифра 1 134 получили формулу которая очень похожа по набору постоянных на величину щели и сверхпроводника при нулевой температуре напомним мы считали щель при нулевой температуре получали 2 h омега дабая экспонента минус единица на v омега то есть все значащие буквы те же самые но разница только в коэффициенте то есть угловая энергия отвечающей точке перехода вот она такая и энергия отвечающей щели вот она такая ну и сразу возникло желание v h составить отношения этих двух увеличений оказалось если взять 2 дельта 0 поделить на k тепловую энергию то есть минимальная энергия при нулевой температуре необходима для взрыва пары поделить на тепловую энергию в соответствующей точке перехода и отказался 352 ну и если теория права должна она эксперимент описывать что давайте поглядим как оно выглядит на эксперименте для различных элементов так вот я напишу для примера 2 элемента сверхповодящих голова алюминий цинк так здесь я напишу экспериментальное значение 2 дельта 0 а b t c что получается из эксперимента в вообще учитываясь какое количество мы наделали приближений для плотности состояний так сказать для моделирования радиуса ширины полоски в которой взаимодействует электронное протяжение и так далее согласие весьма хорошее надо сказать что если мы имеем формулу для t c или есть у нас формула для дельта 0 то измеряя дельта 0 или соответствующую температуру перехода мы можем оттуда вытащить экспериментальные значения вот этого безразмерного параметра с чего взаимодействие на плотную состояние ну так вот я для примера проведу v 0 чем экспериментальное получается 0 25 0 18 0 18 а я напомню что вся вот эта теория скажем когда мы считали когда мы считали допустим щель в яноле температуре то мы считали не щель в предположении что вот этот параметр vr 0 много меньше 1 там в свое время у нас получался синус гиперболический который мы вот в этом приближении раскладывали и заменился у нас на экспонент в этом приближении но мы видим что более или менее вот это древоление оно выполняется но наведу так сказать с этими хорошими кавычка сверхуководящими элементами то реально нужны плохие сверхуководящие элементы ну вот так померли путь олово и свинец то есть не олово а ладонна путь и свинец у них оказалось такое так 2 дельта 0 на к b c 4 6 4 3 ну смотрите вот канонической цифры 3 52 отклонения уже довольно заметные довольно заметные вещества да стали смотреть вытаскивать чему экспериментально можно сопоставить вот этот параметр взаимодействия оказалось в 0 у одного 0.35 у другого 0.39 то есть ну сказать что это много меньше единицы уже нельзя это какая-то промежуточная ситуация где оборудование может как говорится в порядке идти ну что естественно про люди пришла идея давайте учтем поправки по этому параметру второго порядка ну я знаю что такой деятельностью у нас в свое время занималось двое людей в институте атомной энергии когда они учли поправки в решении для дельта 0 и низшего порядка еще так сказать поправки уже по в 0 квадрате можете там больше не знать то вот соотношение вот это дельта стало ближе вот вот эти вещества в свое время назывались сверхпроводниками с сильной связью хотя сейчас по современным представлениям относят категории сверхпроводников с промежуточной связью ну а теперь значит что можно так сказать в качестве выводов вот когда мы глядим на выражение DTC еще раз делим DTC еще раз делим DTC вот еще раз выписывал выражение DTC численный коэффициент 1 то можем сказать что благоприятствует более высокой температуре перехода ну во-первых если характерная энергия вот этих промежуточных бозонов которые склеивают два электрона в куперовскую пару больше 3 чем больше величина взаимодействия вот этого B безразмерного невыгоднее чтобы была блокность состояния в районе поверхности фермы большая ну и экспериментаторы возились скажем в некоторых сплавах удается повысить точку перехода берешь скажем элемент не один добавляешь к нему определенную концентрацию другого элемента действительно видят по ряду других измерений что плотное состояние на уровне фермы увеличивается и ТС соответственно растет ну вот такие были ну и еще что следует из этой модели БКШ мы видим что ТС пропорционально степень М минус одна вторая увы оказалось что вот этот показатель эзотопического эффекта близкий к одной второй он не очень большой группы элементов вот по счастью у лтути на которой сперва эффект одна вторая и у сленца одна вторая у других веществ показатель изотопического эффекта меньше не минус одна вторая а минус 0,3 у некоторых он практически ноль берешь вещества совершенно разные массы изотопов и они двигаются и есть вещество альфа уран то есть уран в кристаллической решетке альфа модификация альфа который становится сверху органиком при низкой температуре так там у него все наоборот тяжелый изотоп имеет более высокую температуру переходу урана а легкий наоборот более низкую то есть вообще меняется даже знак вещества эффекта ну в чем причина этого парадокса мы разберемся в следующем наоборот и